Ахой, яхтсмены! Мы в Марине Финнике в Турции. Сегодня на парусном канале Нортман устанавливаем и испытываем закрутку NS 2.5 топ-даун на типичной 40-футовой яхте. Покажем все компоненты для сборки системы на вашей лодке. Лучшие цены и вся техническая информация доступны у нас на сайте. Ссылки смотрите в описании к видео. Это наше жено с Anodisei 409. Мы хотели бы использовать одну закрутку для кода Zero и большого геннакера, поэтому выбрали универсальную модель топ-даун. Что отличает NS 2.5 топ-даун от предложений конкурентов? Давайте сравним самые распространенные системы в этом размере. Selden GX15 и Harkin Reflex Unit 2. Серия Selden GX рассчитана только на один парус, так как терминал мягкого штага на барабане и вертлюге неразборный. А кроме того, вам придется проводить и убирать всю систему каждый раз, когда вы ставите геннакер, что безусловно большое неудобство. Конечно, можно взять закрутку Selden CX с дополнительным топ-даун адаптером и отдельным штагом, но это сильно увеличит цену комплекта. У фирмы Harkin ковыши антиторсиона встроены в вертлюг и терминал на барабане закрутки. Это прогрессивно, но при уборке паруса они тоже снимаются. Чтобы поставить другой парус, вам придется купить дополнительный вертлюг и крепеж для галса на барабан, что опять же увеличивает общую цену. Кроме того, когда вы уберете оба геннакера, барабан останется без верхнего крепления и вам либо придется каждый раз снимать барабан и управляющий лень, либо как-то привязывать барабан к рейлингу, что тоже весьма неудобно. Будучи намного выгоднее по цене, NS 2.5 имеет к тому же более внятную традиционную систему крепления паруса. Простота, надежность и универсальность этой закрутки позволит вам держать ее смонтированной на носу лодки, постоянно готовой к работе. Мы уже установили на яхте комплект закрутки, сплеснили и провели управляющий лень из кокпита через специальные кипы на лейерных стойках и поворотные блоки на рейлинге до места крепления барабана. При этом нам удалось обойтись без покупки бушприта и использовать стандартный путинс, который соединяет якорный роульс с форштевнем и отодвигает барабан подальше от закрученного стакселя. Блоки на носовой рейлинг можно поставить внутри или снаружи лейеров, как будет удобнее на вашей яхте. Блоки, которые установлены у нас, оказались достаточно ограничены в регулировке. Поэтому теперь мы предлагаем другую модель с более широким спектром настройки угла проводки линя. Мы его провели внутри лейеров через специальные двойные кипы, которые могут открываться. Что очень удобно для разоружения яхты в конце и вооружения в начале сезона. Однако, надо признать, что внутренняя проводка забирает часть свободного места на потопчинах. И поэтому двойные кипы НС новой конструкции рассчитаны на внешнюю проводку. В них также нет подвижных частей, что повышает надежность и снижает общую цену. Бесконечная петля проходит на корму и крепится к рейлингу резиновой оттяжкой, которая обеспечивает натяжение для правильной работы системы. Опциональный стопорный блок удерживает парус от самопроизвольного раскручивания. Поскольку рулевой пост у нас расположен у самого транса, мы закрепили оттяжку блока на конце кормового рейлинга. Алюминиевые блоки НС-75 для брасов генакера, кроме шарикового подшипника, имеют еще подшипник скольжения на внутренней втулке, что дает быстрое вращение и высокую рабочую нагрузку. В день тест-драйва с погодой нам повезло. Комфортный ветер 10-12 узлов отлично подходит для проверки работы закрутки. Грот уже поставлен, яхтой управляет автопилот, а команда проводит шкоты и готовит к подъему генакер. Итак, начнем. Этот парус мы ставим не в первый раз, поэтому он уже скручен. Галсовый угол кода зеро крепится прямо к барабану, а фаловый к вертлюгу на спинайкар фалик. При использовании закрутки предпочтительно внутренняя проводка шкотов между стакселем и генакером. Перед раскручиванием паруса нужно сначала разобрать снасти в кокпите, отдать на ветреный и завести на лебедку под ветреный шкот. Теперь можно открыть стопор на блоке и начать отдавать линь закрутки и выбирать брас. Это нужно делать одновременно, чтобы генакер не открылся с сильным хлопком, который может привести к разрыву, или не обмотался вокруг форштага, либо своей передней шкатуре. В процессе постановки стоит также контролировать свободный шкот, чтобы он не упал в воду и не ушел под яхту. Наконец парус настроен. Если дует слабо, можно идти в бейдевинг с курсовым углом до 50 градусов к вымпельному ветру. При усилении увалиться до галфинда, либо далее до крутого бакштага, примерно до 120 градусов, пока грот не начнет слишком сильно закрывать ваш код зеро. И тогда пора будет сменить его на полный асимметричный спинакер. С закруткой вам не обязательно будет перекидывать генакер на фордевинде, так как это может быть проблематично на круизной лодке с коротким бушпритом, либо с креплением вообще на якорный роульс, где щель между передней шкатуриной дрифтера и скрученным стакселем очень узкая. Проще свернуть парус на этом галсе и опять же, не забудьте следить за свободным шкотом. Теперь можно сделать поворот фордевинд под одним гротом, что намного легче, особенно с небольшим экипажем. А затем снова развернуть код зеро на противоположном галсе. Говоря о парусах типа кода зеро, мы имеем в виду все их разновидности с передней шкатуриной, которая может быть вытянута в прямую линию от выхода фала на мачте до крепления галса на носу. Гоночные коды, как правило, делаются из ламинатов, а круизные версии из легкого докрона, либо спинакерного нейлона большой плотности. Все эти паруса не требуют функции топ-даун, поэтому комплекта NS 2.5 Code Zero из барабана, вертлюга и управляющего линия вам будет вполне достаточно. Это самый простой геннакер для начального освоения и свернуть его легко практически при любых погодных условиях. Парус площадью 85 квадратных метров, которыми заказали для нашей жено, это так называемый круизный Code Zero из легкого докрона и более глубокого кроя, близкого к Code 1. Это средний размер для 40-футовой яхты. На современных лодках с ограниченной площадью стакселя он выполняет функции большой генуи и ричера одновременно. Если вы желаете ограничиться простой закруткой и одним универсальным парусом типа Code Zero, обратите внимание на геннакеры максимального размера. Сейчас у них много брендовых наименований, таких как UPS или Code D. Кроме того, самый модный тренд сейчас – это бесторсионные паруса со вставкой из жесткого ламината вдоль передней шкатерины, которая служит основой для скручивания. Дрифтеры подобного вида можно даже ставить на бабочку на Ford Windy, но если вам нужна максимальная эффективность на полном курсе, то без большого геннакера типа A2 на системе TopDown вам не обойтись. Приглашаем вас посмотреть также наше видео о сборке системы TopDown и первой постановке асимметричного спиннакера. Ставьте лайки и подписывайтесь на парусный канал Nordman. До встречи!